Друзья, начинаем с вами занятия. Сегодня десятое занятие. Маленькая новость. Я всё ищу маленькие новости, чтобы закончить побыстрее. Вчера была сложная новость. Я сама там даже что-то не так сказала. Сейчас, когда вы поедете, я вам расскажу. Подожду вас пока. Этот цикл новости, французский через новость, организован библиотекой иностранной литературы и франкотекой. Это, если вы не знаете, это прекрасное место, которое находится в библиотеке иностранной литературы, департамент, можно сказать, французского языка, вообще всей франкоязычной литературы, то есть не только Франции, но и других стран. И вы можете прийти туда, взять книги, почитать там, побыть, там прекрасная атмосфера. И находится это на втором этаже в библиотеке. Иностранной литературы в Москве. То есть прекрасная такая инициатива, которая поможет вам в любом случае и познакомиться не только с Францией, но и с другими культурами, и еще, и вообще вдохнуть в свою жизнь каких-то таких вот именно новых идей. И вообще там разные мероприятия проходят, так что приходите во франкотеку, когда она будет открыта. Сейчас тоже посмотрите на их странички, очень много всего интересного там происходит. И когда вы будете туда ходить, если вы вдруг из Москвы или будете в Москве проездом, то вы еще и сможете познакомиться с различными франкоязычными людьми. То есть там выступают много различных лекторов, и просто приходят люди, которые в Москве живут, и которых хотят почитать свою литературу. Вы туда всегда можете прийти и познакомиться с кем-то. Так что я вам очень рекомендую. Бонжух, франкотека к нам уже присоединиться. Ничего себе, ребята, я вижу вообще комментарии. Сегодня бог интернета, наверное, к нам благосклонен. И бог фейсбука, если это не один тот же бог. Вчера я видела, вчера читала комментарии. Сейчас я должна вспомнить, что там было. В общем, когда я выбираю статьи, нужно понимать тот факт, что это статьи актуальны. То есть я их выбираю или накануне вечером, после своего рабочего дня я работаю прям целый день, действительно, вот в серединке дня я занимаюсь с вами, но у меня есть и до вас очень много работы, и после вас. И то есть в конце, когда вдруг я нахожу момент, в дне я выбираю новость какую-то, чтобы она была актуальна. То есть я не могу выбрать на неделю новости. В принципе, я, конечно, могу, но это будет не прям так актуально. Так вот, выбираю я новости и отправляю их в франкотеки, они вам делают рассылку. Я так думаю, что это работает. Плюс еще уже утром, опять же, надо найти время, чтобы я этим занялась, я делаю вам документ, чтобы вам было удобнее работать, чтобы это все у нас проходило более эффективно. Но вообще так делать не очень хорошо, поскольку всегда вот такой документ, он достаточно объемный, если тем более статья большая, всегда требуется время, чтобы, например, отложить этот самый документ или эту новость и потом взглянуть на нее таким немножко охладевшим взглядом, то есть не таким замыленным. Сейчас такого не получается, я могу допускать ошибки. Это не скажу, что очень хорошо, совершенно не хорошо, но в принципе нормально, поскольку эту статью я быстро-быстро прорабатываю, и что-то бывает, вижу я одно, как оказалось вчера, а там было совершенно другое. И там было выражение «à la flue des tendances», по-моему, кто-то сказал, что... Ну, я видела слово вообще другое, «à la flue», как этот стэ на конце, который как поток. Да, действительно, это было как в поисках, то есть в поисках каких-то тенденций. И потом кто-то мне еще уточнил, что оказывается слово «ümух» и «ümёх» — это разные слова. Я это, в принципе, знаю. Но вот вчера я смотрела на статью, и их как-то я... У меня они в моем мозге, они как-то соединились. В общем, я перевела одно другим. Вот сейчас я не скажу, наверное, там было «ümях» по настроению, а я перевела как «юмор». Вот. В любом случае, это вам полезно. Во-первых, вы сейчас предупреждены, значит, вооружены. Это раз. А во-вторых, когда вы просматриваете статью еще раз, будьте критичны к тому, что я вам рассказываю, и к тому, что вам рассказывают другие люди. Лишний раз, если вы сомневаетесь, пересмотрите, проверьте, перепереведите. Вот. Ну, в принципе, я могу гарантировать, что 99,99 — я говорю всю правду. Вот. Ну, вот это одна десятая, одна сотая остается, с которой можно на какую-то невнимательность мою или на обстоятельства все-таки списать. Так что предупредила вас. Болтаю пять минут. Начинаем сегодня статью. Новую, маленькую, как я уже сказала. Надеюсь, что вы ее нашли. Мы сегодня будем с вами говорить о бедной женщине, которую оштрафовали за то, что она гуляла с черепашкой. Я обещала статьи смешные, но вот я когда увидела этот титр, это название, мне почему-то стало смешно. Хотя, наверное, если бы меня штрафанули на 400 евро, мне бы было не весело. Вот. Ну, не знаю, как вы это восприняли. Лексика полезная. Все, что касается штрафов, все, что касается вот этих мер Дукоуфинмо и так далее, мы здесь сегодня познакомимся. Так что, кстати, парадоксально, но вы уже видели, парадоксально как в плане привычки нашей с вами, здесь больше лексики как раз-таки по тому, какая ситуация сложилась с коронавирусом в мире. И вора. Сейчас, как обычно, я читаю эту статью достаточно медленно, стараюсь. Потом я буду проходить с вами этапы лексики, то есть лексика как раз-таки, которая часто встречается именно в контексте коронавируса. Далее лексика этой статьи, ее там не слишком много. И потом я читаю и перевожу, перевожу больше. Потом мы с вами смотрим грамматика и для вымах. Сегодня вымах будет больше. Даже грамматики я сначала вообще не хотела, не нашла того, чтобы было легко объяснить в рамках нашего курса. Но потом все-таки решилась, посмотрим, как у меня это получится. И последнее я читаю чуть быстрее чем в среднем ритме. Вы слушайте, отдыхайте. И давайте опять все сажмем пальчики, чтобы наконец-таки я побыстрее закончила. On y va. Accueil, monde. Coronavirus en Italie. Une sexagénaire reçoit 400 euros d'amandes pour avoir promené sa tortue. Amande salée. «Une Romaine de 60 ans voulait que son animal prenne l'air, comme elle l'a expliqué au carabinier. 20 minutes avec agence, publié le 15 avril 2020 à 12h23, mise à jour le 15 avril 2020 à 12h23. 6 commentaires, 1100 partages. Illustration d'une tortue de Floride. Les carabiniers du quartier de Saint-Ocel, Rome, ont sanctionné une femme de 60 ans, surprise en dehors de son domicile, sans motif justifié. En dépit des mesures de confinement en vigueur pour indiquer le coronavirus, a annoncé ce mardi le service de presse des carabiniers dans un communiqué. Celle-ci se promenait à pied avec sa tortue. Elle a fourni une justification singulière, affirmant qu'elle était sortie de chez elle pour promener sa tortue. Cette explication n'a pas convaincu la patrouille des carabiniers qui lui ont dressé un PV d'un montant de 400 euros, a précisé par téléphone le majeur non-zieux carbone. Record d'amende lors du lundi de Pâques. Un nombre de records d'amendes ont été dressés en Italie à l'occasion du lundi de Pâques, jour férié dans la Pinsule. Sur 252 148 contrôles, 16 545 ont donné lieu à des amendes pour non-respect des règles limitant les déplacements, soit une hausse de 20,2 % par rapport au dimanche de Pâques. Selon les données publiées par le ministère de l'Intérieur, entre le dimanche et le lundi de Pâques, 465 713 personnes ont été contrôlées. Parmi elles, 30 301 n'étaient pas en règle, soit 6,5 % contre entre 3 et 4 % en moyenne les jours de la semaine. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez aimé l'article ? Est-ce que c'est un article facile ou difficile pour vous ? Dites-moi s'il vous plaît. Moi j'aime l'article. S'il vous plaît, je vous plaît. Мне очень понравилась статья, потому что мне понравилась лексика. И вот эта лексика нам нужна, и, мне кажется, самая позитивная возможность разобрать эту лексику, это когда тебя штрафуют за то, что ты гулял с черепашкой. Мне кажется, ну с кем вообще можно было бы гулять, чтобы было бы так же смешно. Не знаю, ну вот с хомячком, мне кажется, было бы тоже плохо. Может быть, кто-то уже будет гулять в Амстер, etc. Voilà, продолжаю. Лексика, которая нам нужна, это лексика по коронавирусу. Самый главный слайд, что-то у меня вылетает из головы. Le vocabulaire du virus, красиво, артикулируем, громко говорим. Они у нас уже все как родные. Что это у меня такое? Какая-то лексика странная, да? Эту лексику мы уже с вами должны были видеть. Attendez, я вообще не тут листочек открыла. Это вчерашний у меня vocabulaire. Une seconde. Эти-то точно вчерашние у меня как родные. Бон, je vais ouvrir le document. Alors, le confinement, c'est ça. Ensuite, recevoir 400 euros d'amende. Это получить 400 евро штрафа. Ensuite, les carabiniers. Это как раз-таки жандармы, вот именно итальянские. Когда мы слышим именно это слово, это значит, это в Италии, да? То есть, санкционer, аштрафовать, то есть, санкции какие-то наложить, зависимости от контекста. Ensuite, sans motif, justifier, без какого-либо мотива, который можно было, который мог бы оправдать, то есть, justifier, без уважительной причины, мы бы так сказали. Ensuite, un des pays des mesures de confinement, вопреки мерам вот этим вот самоизоляции, то есть, их она не соблюдает. Les mesures en vigueur, действующие меры. En vigueur. En digue le coronavirus. En digue, мы с вами видели в первых нескольких новостях. Digue, это damba, en digue, то есть, воспрепятствовать распространению коронавируса, как воды, да, вот у нас в море или на реке какой-то. Ensuite, la patrouille, patrouille, их много у нас, и лошади, и лошади, и велосипедистов, не, велосипедистов, по-моему, не было, мотоциклисты, в общем, везде ходят, это прям интересно. Ensuite, dresser en pv. Dresser, то есть, так, вот русское интересное слово какое. Dresser, это вообще-то поставить, установить, но здесь это как, трудно мне перевести. pv, это prosé verbal, как протокол, познакомить с протоколом, дать протокол, вот так, pv. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у нас говорят, вот, составить протокол. Вот, составить протокол. Мы составляем протокол, вы нарушили, вот, это dresser. Дальше, dresser en normal, тоже составить штраф, этот самый. Люкоммуники, это сообщение, которое делают обычно на нашей власти, когда новое что-то происходит, например, какие-то новые ограничения в данном контексте. un dehors de son domicile, вне своего места жительства. Le non-respect des règles, какой-то акт неповиновения правилам, дословно, неуважения. Fournir, une justification. Fournir, это как дать, и еще есть какой-то интересный глагол по-русски. Fournir, как предоставить. Предоставить неоправдание, что мы с ним с русским, неоправдание, то есть, почему я это делаю, justifier, justification, почему, да, Fournir. Limiter le déplacement, сократить передвижение. Le minister de l'intérieur, в министерство внутренних дел. être контроле, когда к тебе подошел полицейский, значит, je suis контроле, меня проконтролировать, то есть, на вот этот вот документ, почему я вышла. être en règle, быть праве выйти, то есть, например, если я вышла, я собака, я не увеличила, не превысила время, которое я гуляю, значит, я en règle, je suis en règle. Давайте теперь все это прочтем, вы повторяете за мной. Хорошо, артикулируем, громко, громко. Le confinement, родат коротео, и я статсиват коротуб, le confinement, recevoir 400 euros d'amende, recevoir 400 euros d'amende, les carabiniers, les carabiniers, sanctionner, sanctionner, sans motifs justifiés, sans motifs justifiés, indепit des mesures de confinement, indепit des mesures de confinement, les mesures en vigueur, les mesures en vigueur, les mesures en vigueur, dresser un pv, dresser un pv, dresser un pv, le procès verbal, le procès verbal, хорошо, произносите, dresser une amende, dresser une amende, le communiquer, le communiquer, мне кажется, нужно постараться, чтобы это слово произнести с французским акцентом, потому что все такие звуки, они истинно французские, такие вот требуют, вроде бы они у нас даже похожи на русские, но все чуть-чуть помягче, нужно покруглеть, le communiquer, ensuite, un dehors de son domicile, un dehors de son domicile, le non-respect des règles, le non-respect des règles, fournir une justification, fournir une justification, limiter les déplacements, limiter les déplacements, le ministère de l'intérieur, le ministère de l'intérieur, être contrôlé, être contrôlé, être en règle, être en règle, bon, ensuite, le vocabulaire du sujet, vocabulaire du sujet, первое самое у нас в титре, le sexagenère, это человек, которому 60, то есть как бы 60-летний человек, и они, кстати, это часто употребляют, я вам дальше дала другие, cinquantuner, человек, которому 50, septuagenère, трудно произносить, septuagenère, это тот, кому 70, octogenère, тот, кому 80, nonagenère, тот, кому 90, 90, centuner, тот, кому 100, то есть, одним словом не называют, не человек, которому более 100 лет, а вот я встречу, у меня есть сосед, которому 80, j'ai un voisin octogenère, par exemple, и все, вот в новостях очень часто говорят, ну и вообще, например, сколько во Франции людей, которым больше 80, и вот они не будут людей, которые больше 80, они просто, les octogenères, combien d'octogenères on a, combien de centuner nous avons, octogenère, я думаю, что тут много, тут вообще, очень много взрослых людей, но вот уже, nonagenère меньше, и centuner тоже меньше, voilà, mais bon, прочтем, une sexagenère, centuner, cinquantuner, septuagenère, octogenère, nonagenère, centuner, кто встретит эти слова первый, напишите нам, потому что сейчас вам кажется, что это непонятно что такое, просто может быть не обращали внимания, если, кстати, обращали, то уже напишите, потому что другие поверят больше, и я не говорю, что прям верить-не верить, вот на внутреннем каком-то уровне, даже не верится, что так люди могут говорить, я помню, когда я учила французский, мне даже не верилось, что они эти непонятные маленькие слова, артикли ставят, это же бесполезно, вот, даже если мне говорил человек, которого я очень уважаю, мой преподаватель и так далее, так что вот, когда больше людей напишут, что я видел, действительно так говорят, то будет легче воспринимать эту информацию, дальше, это выгуливать собачку, и также вы можете видеть глагол sortir, может быть, некоторые не видели и не знали, что глагол sortir переводится не только как выходить, но еще что-то откуда-то вынимать, например, из сумки вынимать телефон, я сошел мой портабель из моего скачка, а еще вы углубите кого-то, я сошел мой шин, я сошел мой портю, и так далее. Ensuite, номер 3, пендр ляр пэдэшать, засловно везет воздух, я хочу пендр ляр, вот, я хочу пендр ляр, и ла фа мэй сорти, пэс кэн вулей кэн вулей кэн, са тортю прэн ляр, вот, сэрэй сэрэй импортан, че пэнс кэппэн, кэппэн, очень важно подышать на свежем воздухе, она вышла, ее оштрафовали, вот, так что, не справедливость. Дальше, инамон сале, как раз таки, сале это как грязная, это там, ну, много всяких значений, можете ценить мульситране, которые всегда рекламируют, а вообще, там еще одно из значений, это как чрезмерный, то есть, ну, вот это-то, зачем за черепашек-то, ну, вот, женщина вышла погулять с черепашкой, никому не мешала, ее оштрафовали аж на 400 евро, я думаю, что вот в этом значении, это сале именно, как чрезмерный штраф, вот они, все-таки, надо было ей поверить. Ensuite, прогуливаться пешком, это интересно, потому что, потому что в французском нет глаголок, вообще указания на то, как это происходит действие, например, я поеду в Париж, а может быть, али это и идти в Париж, и лететь в Париж, то есть, в зависимости от контекста, могут даже сказать, как ты туда поедешь, то есть, у них нет пешком и так далее, нужно всегда уточнить, то есть, я пар, я уезжаю, ухожу, уползаю, убегаю, это будет зависеть только от того, как я это буду делать, а вот глагол партир, сам по себе, ничего не будет выражать, вот именно так я действие выполняю. Дальше, дать место, то есть, чтобы это имело место быть. это нужно запомнить, именно в контексте Италии, что вот, в какой-нибудь полуостров, вот этот сапожок, вот на территории этого сапожка, и так ко многим странам относится, все знают, что говорится об Италии, тогда, как говорят, это шестиугольник, это всегда, и речь идет о Франции, dans la péninsule, dans l'hexagone. И он va regarder le vocabulaire de l'article, le vocabulaire de l'article, l'accueil, первая страничка, monde, мир, то есть, то, что происходит вне Франции, mettre, ажур, обновлять, публиковать, ничего больше новенького у нас не было. И посмотрим с вами сначала статью на перевод, и дальше я уже вам грамматику объясню. Давайте посмотрим. Acceic mondesava. Коронавирус в Италии. Одна женщина, которая шестьдесят, получает четыреста евро штрафа за то, что она прогуливала свою черепашку. Чрезмерные штрафы. Жительница Рима шестидесяти лет хотела, чтобы её животное подышало, как она это объяснила, жандармам. Дальше. Жандармы квартала Сантосель в Роме оштрафовали женщину шестидесяти лет, которую застали врасплох сюрпризом, когда она была вне своего места жительства, без какого-либо мотива, который бы оправдывал это. Несмотря на меры в рамках заточения, которые сейчас действуют, чтобы помешать распространению вируса. Женщина объявила в этот вторник, объявила в этот вторник пресс-служба жандармерии в своём сообщении. Это, то есть, женщина гуляла пешком со своей черепашкой. Не знаю, почему мне смешно. Я надеюсь, что вам тоже смешно. Но это ничего личного. Мне очень жалко этой женщине. Дальше. Она предоставила особенное такое объяснение, а Сен-Люльер это как бы необычное, утверждая, что она вышла из дома, чтобы прогуляться, чтобы выгулять черепашку. Это объяснение не убедило патруль жандармов, которые ей составили протокол размером 400 евро уточнил по телефону майор, не знаю, как это должно переводиться, и которого зовут нонцио карбоне. Ответственный, в общем. Рекорд штрафов в течение понедельника Пасхи, то есть вот пасхальный вот этот понедельник, который был, рекордное число штрафов, которые были составлены в Италии по случаю понедельника Пасхи праздничного дня на территории полуострова из 252 148 проверок 16 545 дали место штрафам за несоблюдение правил ограничивающих передвижения. Другими словами, рост на 20,2% по отношению к воскресенью пасхальному, где было 13 756 штрафов. Согласно данным, опубликованным Министерством Дорогих дел, между воскресеньем и понедельником пасхальными 465 713 человек были проконтролированы. Среди них 30 301 не были в праве, как правомерными, то есть у них не было никакого оправдания. Другими словами, 6,5% по сравнению с тремя, между тремя и четырьмя процентами в среднем в дни недели в среднем. Дите-мо, если вы, пожалуйста, если вы не знаете, если вы не следите, если вы не следите. Я думаю, что это дороже. Сколько у нас сейчас? У нас 93 человека. Напишите, как вам статья. Я думаю, что она несложная. И мне кажется, сегодня закончу раньше. И теперь мы смотрим с вами «Ремарк», но там даже больше не «Ремарк», как «Грамматики». Точнее, наоборот, больше «Грамматики». Много «Грамматики» я не встретила, мне показалось, что та «Грамматика», то есть, сложновата, так что мы с вами будем больше обращать внимание на выражение. Но все же, первая фраза «Pour avoir promené». Это явление называется «Infinitif passé», то есть «Инфинитив в прошлом». Если можно перефразировать, прошедший инфинитив. То есть у нас просто есть инфинитив «Kommné», а тут «Avoir» «Kommné». Как он формируется? Вы берете инфинитив глаголов «Avoir» или «Ettr» и дальше «Partissez passé». Как они комбинируются? Как и в «Passé-Compose». То есть, если глагол спрягается в «Passé-Compose» с «Etre», то у вас будет «Etre», например, «Etre tombe» или, например, «Etre né», «Etre devenu» и так далее. В различных конструкциях оно употребляется, но когда особенно одна из конструкций, как здесь, «За что-то». «Pour avoir tué» «За то, что убил». «Я тебя никогда не прощу pour avoir молчить» «За то, что соврал». Или, например, «Он не может себя простить pour avoir молчать», что пропустил что-то. Посмотрите, пожалуйста, в интернете различные примеры и, в принципе, вы поймете, как оно употребляется. Можете разные-разные-разные варианты себе какие-то выписать и именно их выучить. Потом, когда у вас тема придет уже изучение, это приблизительно уровень V1-2 уже будут эти варианты, и вы уже, в принципе, легче это воспримете, потому что, когда мы видим это в предложениях, иногда не совсем мы можем понять, как это вообще образовано. Образование сейчас вам рассказал, то есть «avoir» или «этку» плюс «анфинитив». И в разных конструкциях уже будете постепенно с ними знакомиться. И называется это, еще раз повторю, «анфинитив-пассе». Дальше, следующее. «Ан-дэ-пи-дэ» вопреки чему-то. Опять же, много примеров себе найдите. «Ан-дэ-пи-дэ» ма парэсса, вопреки моей лени. «Ан-дэ-пи-дэ» моу фрэр, вопреки моему брату, там, что-то я делаю. Доставьте себе предложение, чтобы вот это выражение выучить. Ensuite. «Ком-э-ла-экспликэ». Здесь меня интересует вот это «э-ла-постров». Это переводится как «это». У нас на французском языке есть несколько вариантов того, как сказать «это». «Это» может быть «сё», «это» может быть «лю», «это» может быть «са» или «сё-ла». У нас на эту тему есть отдельное видео в YouTube в плейлисте «Грамматика». «Как сказать «это» на французском?» Вот так это видео называется, поищите. Я его сюда помещу ещё в комментариях. Посмотрите. Так вот. Вот это «лю», оно обобщает всё, что до этого было сказано и ставится перед глаголом. «Ком-э-ла-экспликэ». Например, Ты думаешь, что я француженка, я дословно «это не есть». То есть до этого всё, что было сказано, мы «блё» переделали и вставили в другую фразу. Посмотрите внимательно это видео, там будет очень много примеров, станет понятнее, если вы никогда не встречали это. Дальше. «Сель-си». Надеюсь, что вы посмотрели видео про указательное местоимение. Скажите, пожалуйста, удалось посмотреть или нет, и понятно вам оно или нет. Потому что, если те, кто посмотрел, могут дать какой-то фидбэк, обратную связь, уже будет понятно. Потому что, разумеется, в рамках такого маленького урока такие объёмные темы, как «инфинитив пассе», как «демостратив» указательные, очень трудно объяснять, но хорошо, что у нас уже есть дополнительные видео, которые мы вам присылаем, и вот как они вам нравятся, не нравятся, качественные, некачественные, может быть, что-то нужно дополнить, мы это обязательно сделаем, так что вы сообщайте нам. Сэль Си – «последняя я женского рода», и мы по фразе, по конструкции понимаем, что говорят как раз-таки о женщине. Мы сейчас статью будем когда перечитывать, обратите на это внимание. Суа – разные варианты того, как это переводится, здесь я перевела как бы другими словами. Напишите, те, кто лучше знает трансузский язык, как бы вы могли тоже это перевести, то есть речь о чём-то шла, какие-то данные, в основном это про цифры, цифры какие-то даны, и ещё как-то расшифровать, чтобы мы могли ещё более как-то объёмно эту информацию воспринять, нам её расшифровать. И точно так же номер восемь у вас «суа контра», то есть таким образом это вот такое число по сравнению, но тут по сравнению слово «контра», то есть в противовес тому, что было на неделе, между тремя и четырьмя процентами. Это такие французские конструкции. Опять же, какие-то цифры в голове у себя сложите, даже, например, какую-то статистику, несложно. Возьмите и попробуйте её французскими словами передать и используйте именно вот эти выражения, чтобы вам это уложилось. Больше статистики почитайте, вы во всех статистиках в принципе это сможете увидеть, тогда вам это опять ближе станет. «Парапорт», «по отношению», в принципе, достаточно легко, только лексика. «Солюн», «Солюн», «согласно», и там «Солюн луи», «согласно ему», «Солюн л'артиклю», «Солюн лу министерство», «министерство». Любой источник мы это «Солюн» добавляем. Опять же, те, кто сдают экзамены, будет полезно, потому что это красивый и высокий такой стиль достаточно. И опять же, лексика и статистики «ен мойен», в среднем. Давайте все прочитаем. «Pour avoir commенé, en dépit de, comme elle l'a expliqué, celle-ci soit par rapport selon soit contre en moyenne». И, как я вам уже сказала, я вам два видео дополнительных вот на эту тему дам видео по как сказать это во французском, и второе видео, которое уже было, на всякий случай здесь, это про указательные. И теперь вы отдыхаете. Я закончила раньше, статейка маленькая. Вы отдыхаете, я читаю, и вы мне потом пишете соотношение того, как вы понимали статью в начале и как вы понимали ее в конце. То есть через дробь. Было у меня 40, стало 80. Вы не ва. Аккей «Монде, коронавирус аниталии». «Ун секс-агенэр роцла 400 евро даманда «пур авуа променэ са тортю». «Аманда салей». «Ун ромэн де 60 он вулей кэсон анималь преннер ромэн «кэсон» 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 ПАК. У многих рекордов обменов были дрессованы в Италии на октябре на ПАК, день февраля, на Панинсюле. На 252 148 контрольных контрольных, 16 544 обменов для обменов для несправления, либо университет 20,2% по сравнению с ПАК. 13 756 Selon les données publiées par le ministère de l'Intérieur, entre le dimanche et le lundi de Pâques, 465 713 personnes ont été contrôlées. Parmi elles, 30 301 n'était pas en règle, soit 6,5% contre entre 3 et 4% en moyenne les jours de la semaine. И вот пока читала, что до меня никак не могу остановиться, пока читала, заметила то, что вам тоже могло бы быть интересным, это то, как читают, вот когда через запятую. Во-французском это virgule, то есть вы говорите 20%, 20,2% это будет vingt virgule de pour, предлог pour, и cent, как сотня. Это раз. Во-вторых, что-то было интересненько вам, да, тоже si virgule cinq pour cent. И почему я прочитала trente mille trois cents une? Потому что мы говорим a personne. Слово «человек» во французском языке женского рода. Сколько ты человек приглашаешь, это будет combien de personnes tu invites? И женского рода, как у нас человек мужского рода, а у них женского. И вот смотрите, parmi elles, parmi, то есть среди этих людей, среди этих личностей, чтобы вам персон лучше понять. И поэтому, когда я говорю среди них, и дальше тридцать тысяч триста одна, потому что это как раз-таки эльна, персона. Надеюсь, что понятно. Как вы себя чувствуете? Мне кажется, сегодня некоторым показалось, что было мало. Я даже как-то так, знаете, почти не устала. Мне кажется, что действительно было как-то коротко. Но так и надо. Скажите, пожалуйста, проценты ваши, потому что я вижу комментарии, но, может быть, они опаздывают. Но я их уже вижу, и это уже очень здорово. Вижу, что пишет Ольга. Перепереведите. Переперевести всё? Перепересмотрите лучше видео, которое скоро загрузится. А в YouTube оно ещё будет перезагружено с тем, что я видела. Но сегодня там был документ Word, а не статья презентации, потому что я что-то там напутала, в общем, какую-то другую презентацию. Вот. Алифти не нравится. Марии тоже кажется, что это дролль и очень легко, но я рада. Плютой фаси для Ольги. Ну, в общем, не, Али, я очень рада, очень рада. Мы с вами останавливаемся, и мы будем решать сегодня, чуть попозже, продолжаем или нет. Но, если честно, тяжеловато каждый день. Тяжеловато. При условии, что у нас ещё в воскресенье сейчас начинается пара горького. Вот ты всё готовишь, готовишь. Это очень приятно. Мне очень рада вас видеть. Вот. И я думаю, что что-то мы придумаем. Вот сейчас ещё подумаем и придумаем. Вот. Не расстаёмся, не волнуйтесь. Ну, вот конкретная информация будет скоро. Пишите свои комментарии, пожалуйста, на нашей страничке в Фейсбуке и на страничке Франкотеки. И пишите просто, пишите. И что ещё хочу сказать? Спасибо большое Франкотеке, Блиотеке иностранной литературы. И всем вам за то, что были с нами. Увидимся с вами скоро. И желаю вам хорошего дня и хороших выходных. Учите французский. Au revoir.